МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗУЛИ МОНТЕРО, МИРИАМ ОЧОА, МАРА КРОАТА, БРАУЛЛИО КАСТИЛИО, СЕЛЬВАДОР ПИМЕДЕ, ЛАУРА ФОБИАН, ГРИСЕЛДО НОГЕЙРА, МАНОЛО ВИЛЬАВЕРДЕ, ЖАН ПИЕР НОЕР, ЭКТАР ТРАВЬЕСО, РОССА ФИЛИПЕ, МЕРЛИН РОМЕРО И ДРУГИНО. Музыка Роберто Лили, Альберто Кампой. РЕЖИССЕР ГРАЦЦО ДААНЖЕЛО ПРОДЮССЕР ХОСЕ КРУСЬЯ ГОДЕЛУПЕ ДОКТОР, ПАЦИЕНТ УХОДИТ ПАЦИЕНТ УХОДИТ БЫСТРЕЕ, У НАС СОВСЕМ НЕТ ВРЕМЕНИ ПАЦИЕНТ УХОДИТ ПАЦИЕНТ УМИРАЕТ, ДОКТОР ПАЦИЕНТ ПАЦИЕНТ ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕ ВОСТАНАВЛИВАЕТСЯ КРОВОСТАНАВЛИЮЩИЙ ЗАЖИМ ПРОМАКНИ НАДО КОНТРОЛИРОВАТЬ ЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ ЗАЖИМ ДОКТОР, ПАЦИЕНТ СНОВА УХОДИТ ПАЦИЕНТ УХОДИТ ПАЦИЕНТ УМИРАЕТ ПАПА, ПРОШУ ТЕБЯ СНОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВСЕ НОРМАЛИЗУЕТСЯ, ДОКТОР ПРОДОЛЖАЕМ ПАЦИЕНТ ВЫДЕРЖАТ ПАЦИЕНТ ВЫДЕРЖАТ ПАЦИЕНТ Он ДОЛЖЕН ВЫДЕРЖАТЬ ПИНЦЕК Это борьба со временем Но мы победим ПАЦИЕНТ 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 Боже мой, как всё долго Анжела, ну почему ты не сядешь? Так тебе ещё хуже. Я больше не выдержу этой неизвестности. Ожидание меня убивает. У нас нет другой альтернативы, Анжела. Пожалуйста, постарайся успокоиться. Хочешь, я схожу с тобой выпить кофе? Нет, я ничего не хочу. Ничего. Луиза, я хочу сделать кое-что другое. Кое-что другое. Луиза, давай вместе помолимся. Помолимся, чтобы Антонио выдержал операцию. Мне кажется, это хорошая мысль. В настоящий момент единственное, что можно сделать, это отдать его в руки Господа Бога. Давайте прочитаем молитву. Молись со мной. Конечно, разумеется. Молись со мной. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И сказал, что всё хорошо Бедняжка Представляю, как он себя чувствует Почему ты снова не позвонишь в госпиталь? Опять? Мне неудобно перед телефонисткой Позвони лучше Позвони лучше ты Кто? Я? Да Ты, пожалуй, опростоволосишься Я попрошу Виолетту Может Лучше поехать в госпиталь? Если хочешь, поезжай Я подождусь здесь Послушай Ты из какой части Мексики? Я? Из ДФ Но почти ничего не помню Потому что меня со всем ребёнком увезли в Лос-Анджелес Мама умерла, когда родилась я Меня вырастила кубинка В Майами я приехала 4 года назад с Качитой Дочерью Каталины, моей приёмной матери Знаете, Каталина вышла замуж А вы? Где родились? В Веракрусе Правда? Оттуда была моя мама Синьор Антонио рассказывал, что она выросла в большом поместье У очень хороших сеньоров Как же их звали? Семья Мендосов Вы их знали? Нет Я не знаю никакой семьи Мендосов Как странно Синьор Антонио сказал, что это очень маленький город Где все знают друг друга Синьор Антонио также рассказывал Что он привёз маму в Соединённые Штаты работать у Самбрано Конечно Это случилось до того, как произошла трагедия Вроде на эту семью напали И всех убили Синьор Антонио Поклянись, Альфредо Поклянись Я не успокоюсь Пока не умрут Все Самбрано Клянусь Что с вами, синьор Альфредо? Вы плохо себя чувствуете? Нет Я себя чувствую хорошо Не оставляйте меня одну Бабушка Я больше не могу Что с ней? Она хочет, чтобы я сидела с ней весь день Я пробыла у неё час, а она говорит, что всего 10 минут К тому же всё время приходится говорить Отвечать на её вопросы Как будто мне больше нечего делать Я пойду побуду с ней С вашего позволения Иду, иду У меня нет настроения, чтобы терпеть её Дорогой Ты всё ещё здесь? Я подумала, что ты уехал с родителями Я предпочел остаться здесь Признайся Ты остался, чтобы побыть наедине со мной Дорогой, почему ты не сообщил? Мне пришлось бы скучать в обществе этой хромой Она такая зануда И к тому же немного чокнутая Помогите мне Пусть кто-нибудь придёт Помогите мне Бабушка, я здесь Иди, иди сюда Бабушка Мне так страшно Мне так страшно Бабушка, бояться нечего Я останусь с вами, пока вы не успокоитесь Ты кто, девочка? Боже, бабушка Вы меня не помните? Я... Я ваша внучка Гвадалупе? У меня нет никакой внучки по имени Гвадалупе Или есть? Конечно, есть Я дочь из Акиелесомбрано Я его дочь Но мой сын умер Да, бабушка Но знаете что? Оттуда с неба Он посылает вам много поцелуев Он о вас помнит Всегда помнит Бедный мой сын Наверное, он в чистилище Из-за своего бесстыжего отца Анивал всегда был бабником И, конечно же, дал плохой пример Эзекиэлиту Который тоже оказался далеко не святым Бабушка, расскажите мне о дедушке Каким он был? Он был хуже Хукарачи Ради Бога, бабушка Это он виноват во всем, что произошло И теперь Я очень боюсь Очень боюсь Что Бог меня накажет Бабушка За что он вас накажет? Потому что я тоже стала плохой И, скорее всего, меня ждет ад Нет, бабушка, не говорите так Знаете что? Вы очень добрая старушка Ласковая И я вас очень люблю Ты Меня Очень любишь Очень, бабушка Размером с солнца Знаете что? Я всегда буду заботиться о вас Всегда, бабушка Вы всегда можете на меня рассчитывать Я никогда не оставлю вас беззащитной И не позволю, чтобы вы чувствовали себя одинокой Ты добрая Ты очень добрая Я рада, что ты моя внучка Знаете что, бабушка? Я тоже рада, что вы моя бабушка Моя бабушка Моя внучка Моя бабушка Моя внучка Ты можешь уйти, Луиза У тебя масса дел На тебе дом, дети Мне уже лучше Не говори глупостей Ты комок нервов Видишь ли Как все долго Нет возможности узнать, как проходит операция Что там? Надо подождать, Карлос Операции на черепе продолжаются долго Я пойду выпей кофе Пойдешь со мной? Хорошо, идем Вы что-нибудь хотите? Я ничего не хочу Нет, спасибо Я скоро вернусь Боже всемогущий Защити его Пусть все будет хорошо Защити его, Господь Не отнимай его у меня Бедный Антонио Кто бы мог подумать? Ладно, Анжело Успокойся Не нужно так Луиза, как я могу успокоиться? Ты не понимаешь Что для меня значит Антонио? Да, конечно Понимаю, Анжело Но Ты ничего не выигрываешь Отчаянием Послушай Хочешь, я отнесу Кейс твоего мужа К себе домой? Что ты говоришь? Кейс Антонио Ты не думаешь Что его нужно спрятать? Здесь его могут украсть Да, Луиза Я тебе благодарна Конечно У Антонио Здесь очень важные документы Но мне сейчас Не до этого Конечно Конечно Боже мой Как же все это долго Его везут, мама Уже везут Что? Его уже везут Операция закончилась Папа ее выдержал Его спасли, мама Спасли Алекандро Осложнений нет? Что? У Антонио нет осложнений Я слышала, что иногда Операции на мозге Приводят к нежелательным последствиям Ты уверен, что Антонио В порядке? Алекандро, сынок Скажи мне правду Я предпочитаю узнать ее сейчас Алекандро Скажи мне что-нибудь Мама, пожалуйста, успокойся Анджела Не волнуйся Раньше времени То, что говорит Луиза Может быть правдой Я об этом не подумала Антонио Может остаться слепым Парализованным Боже мой Нет, мама Это не так С папой этого не произойдет Ты уверен, сынок? Ты уверен в этом? Конечно, мама Во время операции Не был затронут головной мозг Мягкие ткани не были повреждены Поэтому есть основания думать Что не был поврежден ни один важный центр Операция прошла успешно Господи, я бы хотела в это верить Анджела Твой сын врач И хороший врач Да, но... Мама, пожалуйста Операция прошла успешно Ты должна мне верить Поверь мне К тому же доктор Мачадо Лучший специалист Анджела, можете не беспокоиться Все будет хорошо Да, имейте веру Все будет хорошо Я тебе уже сказал, мама Все хорошо Поверь мне Я хочу увидеть Антонио Нет, пока это невозможно Папу отвезли в интенсивную терапию Какое-то время он побудет там С ним все будет в порядке Но ты же сказал, что... Я сказал, что все прошло хорошо Но папа еще очень слаб Какое-то время он должен побыть под наблюдением Но очень скоро он проснется И вот тогда ты сможешь увидеть его Синьор Антонио в тяжелом состоянии Об этом только что сообщили по телевизору А что случилось? Не знаю Похоже, совершено нападение Мужчина, который был с ним убит Какой кошмар С каждым днем преступники все больше наглеют А, Гуда Лупа Представляю, каково ей сейчас Она ведь очень любила этого синьора Да, сегодня она говорила мне о нем О том, что он приглашал ее к себе домой Она его любит как отца А еще Лупа сказала, что он знал ее маму Да И где он с ней познакомился? Синьор Инфанте Привез мать Гваделупе в дом Самбрано Я покажу тебе иконку, которую подарила мне Лупе Смотри Икона Пресвятой Девы А она тебе ее дала? Странно Она никогда не расставалась с этой иконой Даже брала на наше выступление Да, но теперь у нее есть иконка ее матери Служанка Хранила ее все эти годы А теперь подарила Лупе Похоже, в этом доме Лупе нашла не только свою семью Но также и вещи, принадлежавшие ее матери Ее прошлому Как все-таки повезло Гваделупе Да, Тим И в то же время Она, наверное, очень страдает по поводу случившегося Синьор Инфанте занимал важное место в ее жизни А теперь бедняга Находится между жизнью и смертью Мы едем домой Если хочешь, можем подвезти тебя Нет, я останусь здесь Рядом с мужем Мама Все равно ты пока не сможешь увидеть папу Неважно, дорогой Я все равно останусь Анжела Тебе надо отдохнуть Восстановить силы Когда Антонио очнется, ты понадобишься ему Нет, Карлос Никто меня не переубедит Я жена И мое место рядом с мужем Здесь я и останусь Выезжайте и не беспокойтесь за меня Хорошо Ну что ж, я тоже останусь Если тебе что-нибудь понадобится, дорогая, пожалуйста, позвони мне Я буду дома Идем А что это за портфель? Анжела попросила меня спрятать его Может, в нем ценные документы, которые могут пропасть здесь, в госпитале Идем, Карлос Идем, пожалуйста До свидания Всего доброго Добрый день Анжела, как дела? Какие новости об Антонио? Его спасли Мы его мужа спасли Значит, я могу поговорить с ним? Пока нет, Харри Он в реанимации Надо немного подождать Какая жалость Мне бы хотелось задать ему несколько вопросов Наконец-то у нас кое-что есть Правда? Что вы узнали, инспектор? Сеньора из банка смогла опознать убийцу Вот он Его прозвище Индеец В картотеке проходит как опасный преступник Когда мы возьмем этого человека, дело будет раскрыто Но вы сказали, что у него был сообщник Да Но Индеец заговорит Он назовет имена тех, кто в этом замешан Я вас уверяю И мы их всех арестуем Сеньор Инфанто очень любил этот десерт Бедняга Он такой добрый И не заслуживает, чтобы с ним такое случилось Не переживай, дорогая Он поправится Вот увидишь Хорошо бы Мужчина, который был с ним Умер Не повезло Убийство Убийство среди бела дня Всякий раз, когда я думаю, что такое же могло случиться и с сеньором Антонио Не переживай, детка Но крестная Я тебе говорю, не переживай Сын сеньора Инфанто врач Он в надежных руках Сын не допустит, чтобы с отцом случилось что-то плохое Представляю Преступники Просто сумасшедшие, Дорита Они сумасшедшие Все верно, преступность возросла Но верно и то, что полиция не дремлет Прошло всего 24 часа У этого инспектора, друга Антонио Уже есть фото одного из преступников Полиция всегда говорит, что напала на след А потом оказывается, что ничего нет Нужно подождать А я думаю, скоро этих мерзавцев арестуют Джонни Если б ты видел фото Лицо этого типа вызывает страх Его кличка Индеец Джонни, не отвлекайся Следи за дорогой Полиция считает, что в этом деле Замешано больше людей Меня это беспокоит Когда возьмут индейца Я уверен, он выложит все, что знает Хватит, Карлс Не стоит обсуждать такие вещи А что в этом плохого, Луиза? Мне не нравится, что ты такой общительный Такой неразборчивый Ты знаешь, я не вношу этого Дорогая, ты что-то очень нервничаешь Что с тобой? Успокойся Ты знаешь, что Антонио хорошо перенес операцию Скоро он придет в сознание И расскажет все, что произошло Я уверен, Антонио их опознает Эти мерзавцы сгниют в тюрьме Так что успокойся Для меня главное, чтобы он выжил Но он уже вне опасности Да, слава Богу Хотя он еще в реанимации Мне даже не позволяют на него посмотреть Успокойся, наберись терпения, Анджела Антонио сильный Он быстро поправится Ты права Я только и делаю, что молюсь за него Хотя вдруг меня охватывает страх Я прихожу в ужас, что у него будет какое-нибудь осложнение А такое может случиться? Алехандро говорит, что маловероятно Он считает, что выздоровление будет полным Ну, значит, зря и не волнуйся Его держат в реанимации Меня это беспокоит Сегодня после укуса москита Тут же кладут в реанимацию Сейчас так модно Серхио, пожалуйста, не говори глупости Но это правда Я уверен, что Антонио уже очнулся И горит желанием Избить этого мерзавца, который напал на него Серхио 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 Субтитры делал DimaTorzok Что скажешь? Он должен выдержать Бедняга Он такой слабый Да Но он должен выжить Сеньор Инфанте не может умереть Субтитры делал DimaTorzok Спасибо Альфредо, хочешь что-нибудь? Нет, спасибо Как дела? Как Антонио? Операция прошла успешно Но теперь нужно посмотреть, как пойдет восстановление Осложнений не было Диана, как ты понимаешь, операция на черепе не такая простая Нужно подождать, посмотреть, не задеты ли важные центры Мама Ты видела Алехандро? Он грустный, верно? Ты сказала, что я звонила? Да, Даниэла сказала И что он тебе ответил? Что он сказал? Что он может сказать, Даниэл? Что за вопрос? Виолетта, принеси мне кофе Да, сеньора Можно узнать, что ты здесь делаешь? Простите, тетя Я хотела узнать, как Я тебе сказала, что не хочу видеть тебя здесь Немедленно иди в свою комнату Только этого мне не хватало Терпеть здесь эту проклятую коллегу Виолетта Виолетта Поторопись с кофе Лучше поторопись с кофе Похоже, сеньора Луиза вернулась с ужасным настроением Знаю Я только и делаю, что подаю кофе, кофе и кофе Наверное, я скоро сорвусь Наберись терпения, дочка Я устала, мама Устала прислуживать этим людям Они даже не могут налить себе стакан воды Еще одна, которая строит из себя сеньориту Прислуживать? Вот твоя работа Ты служанка, дорогая Да? Послушай, тупица Это ты служанка Пожалуйста, прекратите Не начинайте снова Имейте уважение Семья переживает Из-за случившегося сеньора Монфанте А с тобой что, парень? И правда Мальчик Ты такой бледный, как будто увидел покойника Что с тобой? Ты заболел? Послушай Это сеньор Антонио находится в госпитале А такое ощущение, что напали на тебя Спасибо На этот раз полиция сработала быстро У них уже есть фотографии одного из убийц Не может быть Ну это так Я уверен Скоро они его арестуют И остальных тоже Это хорошо Вот бы их всех осудили На пожизненное заключение Можно сказать, что дело почти раскрыто А вы сами сказали Альфреду Почти Потому что пока не возьмут этого преступника Мы не можем быть спокойны Я хочу поехать к Алехандро, мама Ты никуда не поедешь, Даниэла Но, мама До каких пор ты будешь держать меня в заперти? Я даже не хожу в университет А завтра у меня экзамен Хватит, Даниэла Я тебе разрешаю ходить в университет Но только туда, понятно? Альфредо, следуйте за мной в библиотеку У нас много работы Да, конечно, сеньора Не знаю, что происходит с мамой Чем я ей так не угодила? Она всегда орёт на меня, папа Не только на тебя Ты видела, как она обошлась с Гуделупы? А бедняжка ничего не сделала Только сидела в гостиной, ожидая новостей об Антонио Не оставляй, сеньора Антонио, пресвятая дева Гуделупская Потому что он хороший человек Великодушный Он был так добр ко мне Если бы не он, я бы не была в этом доме Не познакомилась бы со своей семьёй Не узнала бы, кто был мой отец Мамочка Ты сейчас на небе Попроси послать здоровье сеньору Антонио Ну и дела Тебя в этот дом привёл тоже он Забрал тебя из поместья И помог осуществить твои мечты Мама, здесь ты была счастлива Очень счастлива Здесь ты узнала любовь папы Плохо только, что по моей вине Ты всё потеряла Даже жизнь Мама Ты сейчас на небе Рядом с пресвятой девой Попроси её позаботиться О сеньоре Антонио Чтобы с ним не случилось Ничего плохого Я вас предупредил, что всё может осложниться Не торопите события, Альфредо Пока не произошло ничего, что должно вас волновать Но может произойти Скажите мне вот что Вы сами говорили с этими людьми, которые ранили сеньора Инфанто Вы считаете меня дурой? Разумеется, я с ними не говорила Они никогда не видели меня? Я использовала посредника А вы полностью доверяете этому посреднику? Полностью Это... Нет, я не хочу этого знать, сеньора Есть вещи, которые я не должен знать Вы меня разочаровываете, Альфредо Я думала, вы относитесь более хладнокровно к таким делам Так оно и есть, так и есть Но я очень беспокоюсь за вас Вы ходите по острию ножа Перестаньте беспокоиться и перейдем к делу У нас есть ключи от офиса Антонио И кое-что получше У меня портфель Антонио В нем он носит важные документы Скорее всего, здесь находится и завещание Эзекиэля Полиция нашла его в машине И инспектор принес его Анджеле Я предложила свои услуги И, разумеется, Анджела их приняла Кто лучше меня может позаботиться о документах, Антонио, верно? Нет, нет, подождите, сеньора Теперь можно Завещание должно быть здесь Наконец-то оно у нас Субтитры сделал DimaTorzok